Всем привет! С вами Стор Чейзер, смотрите мой Джастплей канал. И сегодня я вам хочу рассказать о такой игрушке, как Open Red Alert. Собственно, что это такое? Из названия можно понять, что это открытый Red Alert. Но что под этим названием скрывается, сегодня мы об этом и поговорим. На фоне вы слышите музыку легендарного музыкального композитора Фрэнка Клепаки под названием «Адский марш», то есть «Хелл Марч». И прежде чем я начну рассказывать вам об этой замечательной игре, я зайду в папочку «Музыка». И дело в том, что изначально у меня такого количества музыки не было. У меня был только «Адский марш». Я написал разработчикам и спросил, как же мне добавить свою музыку, допустим. Они мне дали ссылку на один форум, на котором я легко скачал один файлик, который добавил мне всю эту музыку. Итак, ссылку на этот файлик, точнее не на файл, а на тему я помещу в описании к этому видео. Так что если кто-то играет в эту игру и у него такой же вопрос, как добавить сюда еще музыку, то, пожалуйста, переходите по ссылке в описании снизу и будьте счастливы. Так, а мы начинаем. Во-первых, что это такое? Это, можно сказать, игра, которая позволяет нам играть в другие игры стратегического жанра, базирующиеся на графическом и содержании движка графики... графики, которые базируются на содержании графики и движка двух игр. Это Red Alert и Command & Conquer. Собственно, сегодня я вам расскажу обо всех двух и также еще об одной третьей вещице. Это DUNA 2000. Как видите, здесь есть три мода, причем эта игра полностью модифицируемая. Вы можете с нуля написать свой собственный мод, нарисовать свои спрайты, здания и создать собственную стратегию, по сути. Как видите, вот здесь есть три мода от разработчиков Open Red Alert. Это первый Command & Conquer под названием Tiberium Dawn, первый Red Alert и DUNA 2000. Сегодня мы поговорим именно об этих трех модах. Я не знаю, может, еще какие-то будут моды классные, которые я найду у них на форумах. Но об этом потом. Так вот, релиз у нас, кстати, 23 декабря 2013 года. Что, так сказать, свежо. И очень, очень меня обрадовала эта вещь. Итак, давайте зайдем, не знаю, например, в создание игры. Здесь, кстати, вот еще, что я хотел сказать. Игра полностью работает с онлайном. То есть, вы можете создать свои сервера. И вам не нужны никакие ни танглы, ни хамачи. Ничего, ничего такого другого. Вы можете банально присоединиться к любому серверу. Здесь очень большое количество карт, очень большое количество режимов. Но один минус это то, что здесь нет одиночной кампании. К сожалению. Может быть, разработчики этого Open Array добавят поддержку одиночных кампаний. И это будет, мне кажется, тогда классно. Тогда можно будет вообще со своего жесткого диска стереть первый Red Alert, Command & Conquer и Dune 2000. Которые, кстати, у меня есть по отдельности. Я их скачивал. Там какие-то ограниченные здания были или что-то типа того. Не знаю. Но, в общем, я их скачивал, потому что купить их практически сейчас нигде нереально. Ну, хотя, если, может, где-то есть купить, то мне лень искать эти места. Ну, ладно. Давайте приступим непосредственно к геймплею. Создадим игру. Будем играть с ботами. Я хочу вам чисто показать, что это такое. И давайте нажмем на кнопочку «Изменить карту». И, как видите, здесь целых 95 карт. Здесь есть карты кампании. Да, здесь есть карты кампании. Но они, как я вижу, здесь не все. Здесь есть только некоторые карты. Также есть карты завоевания. Ну, это, то есть, обычные карты «Убей всех». Какие-то мини-игры даже. Дроп-зон. Кстати, интересный режим дроп-зон. Я в него немножко поиграл, но не по мультиплееру. А так один побегал, просто посмотрел. Дело в том, что вам дается на выбор... Ну, не на выбор. Вам дается один юнит, и очень много посылок начинает самолюция скидывать. Вы эти посылки открываете этим своим юнитом. И из этих посылок вываливаются другие юниты. И какой-то еще король горыли. Как-то так «King of the Hill», кажется, это расшифровывается. Ладно, давайте режим конквеста. Посмотрим, какие тут карты есть такие, небольшие. Посмотрим. Давайте карту 2 на 2 попробуем. Почему? Потому что я хочу посмотреть и показать вам, как здесь будет работать искусственный интеллект. А это на самом деле важно. Потому что искусственный интеллект не всегда отлично работает. Но в этой игре он, кстати, сделан очень хорошо. Так, что там у нас с записью? С записью все нормально. И, кстати, присаживайтесь поудобнее, потому что эти мои впечатления будут довольно длинные. Ну, думаю, минут 30 где-то это будет точно. Потому что я поиграю в этом режиме. Red Alert. Потом я вам покажу Command & Conquer. И DUNA 2000. Итак, как вы видите, у нас, как и в первом Red Alert'е, на выбор две фракции. Либо союзники, либо Советский Союз. Возьмем Советский Союз. Нет, стоп, не то. Дальше поставим всем нормальный искусственный интеллект. Ботам нашим, дороговы, уважаемым. 1-1-2-2. Будем играть, грубо говоря, 2 на 2. Ну, как бы. Я не буду долго играть, до победы или до поражения. А так, немножко поиграем. Минут 10, думаю. И хватит. Так, цвет здесь. Кстати, вот классно то, что можно поменять полностью цвет. Вообще. Можно вообще любой цвет выбрать. Вот это очень классное нововведение. Мне оно очень нравится. Врагам лучше всего ставить цвет красный. Потому что так это лучше их символизирует, как они враги. Вот какие-то такие цвета вам поставим, товарищи. И мы будем играть в Советский Союз против союзников. Итак. Заговорился я. Погнали. Я тут, кстати, заготовил себе чайка, так что... Ой-ой-ой. Опасность. Давай, начинаем. Итак. Первое, что мы видим, на отличие от стандартного Red Alert'а первого, это то, что здесь переработанный интерфейс. Если в первом Red Alert'е был интерфейс на всю эту вот правую часть экрана, и он был довольно, скажем так, неудобный, то вот этот переработанный интерфейс, он чем-то напоминает интерфейс третьего Tiberium'а. То есть Command & Conquer Tiberium 3, или как там, Tiberium Wars он называл, игра называется, да? Вот он чем-то напоминает, то есть здание, защита, затем там сухопутные, ну не сухопутные, солдаты, танки, самолеты и так далее. Как вы видите, здесь все то же, что мы наблюдаем в первом Red Alert'е. Очень классно. Искусственный интеллект, как обычно, как и в первом Red Alert'е, строит сначала станцию переработки ресурсов, потом строит казарму. В принципе, это вполне себе стандартная тактика, я хочу сказать. Вполне себе стандартная. И, кстати, в настройках очень приятный плюс есть, то, что можно для олдфагов, таких сказать, поставить вот тут вот галочку. И на левую кнопку мышки мы будем отдавать приказы нашим войскам, вместо того, чтобы на правую кнопку отдавать, как это в современных стратегиях сейчас. Раньше во всех стратегиях мы отдавали приказы на левую кнопку мышки, но теперь мы отдаем на правую. Вот теперь на правую кнопку мышки. Нет, стоп, не сохранилось. Да, вот теперь на правую кнопку мышки мы отдаем приказы. Это очень хорошо. Так, парень, забери сундук, мало ли что там есть. Хотя в сундуке может быть атомная бомба, кстати. Но я все-таки рискну. Так, это какие-то нейтральные сооружения, кстати, прикольно. Нет, парень, я заберу эту посылку. А, ну здесь у нас был просто ранг. Кстати, да. Насчет рангов. Здесь у нас есть система рангов из второго редальерта. И затем уже из... ...следующих, скажем так, игр. Игр вот этой серии. Это у нас, скажем так, система довольно популярная стала. Потому что она дальше перекачивала в генералы и в другие игры серии. Там, в тот же Тайбериум Ворс 3. В принципе, довольно клевая система. То есть, если наш юнит уничтожает какое-то количество противников, то он повышается в ранге. Ну, это довольно классно. И, соответственно, у него повышается боевая мощность и так далее, и тому подобное. В принципе, что вам еще такого показать? Во-первых, добавили снайпера, я вижу. Снайпера никогда здесь не было. Ну, в принципе, по зданию все вроде бы стандартно осталось. Надо включить радар. Так, радарчик у нас такой. И, кстати, прикольно то, что показывается, сколько энергии тратится и сколько энергии добавляется. Видите, под стоимостью здания показано, сколько нам добавится энергии. Это очень важно знать, потому что, если мы построим, например, кольца Тесла, то, видите, они отнимают у нас 150 единиц энергии. А это нам дает целых 200, большая энергостанция. Так, поставим большую энергостанцию. И построим завод по производству техники. Вот здесь этот парень, кстати, тоже построил заводец. Прикольно то, что, кстати, союзные войска могут строить здания вблизи своих союзников. Это классно. Я такого не видел. Не знаю, очень давно я такого не видел. Так, противники у нас здесь. Как вы видите, карта такая средненькая, небольшая. И нам сейчас придется искать где-то ресурсы еще. Будет состроить еще одну War Refinery. Кстати, классно здесь то, что ввели такую, опять же, фишку со второго Red Alert'а. Она заключается в том, что мы можем сразу несколько юнитов нанимать. Это очень классно. Это у нас, так сказать, система, которая присутствует в современных стратегиях. И, кстати, вот еще отличие. Мы не можем строить тяжелый танк, пока мы не построим Цервис Депот. То есть, здание, которое будет лечить наши другие юниты. Это, если честно, меня немного обидело. Потому что это какой-то ребаланс немножко странный. Ну ладно, почему бы и нет. Снайпер стоит, кстати, целых 700 долларов. Это дохрена. Ну, союзник, что-то я вижу, у нас очень хорошо с деньгами дружит. Потому что у него целых два... Ортрака. То есть грузовика, который добывает ресурсы. Как видите, я тоже решил не отставать. Так, где бы тебя только поставить? Вот давай здесь, например. Добывай здесь ресурсы у союзника, а то он слишком разжирел. Так, и нам надо построить такой вот грузовичок. Или машинку, которая очень быстро ездит. Здесь, кстати, дописано даже в рекомендациях, что он отличный для разведки. В принципе, давайте проверим. И, кстати, вот еще из нововведений. Мы можем ставить точку сбора нашим юнитам, куда они будут в будущем выдвигаться. При их, скажем так, создании. Это очень классно. Потому что точек сбора в первом редалерте не было. Наши юниты просто выезжали и здесь вот скапливались. Так, давай здесь вот разведаем установку. Кстати, да, видите, по пересеченной местности он ездит довольно медленно. Так, здесь у нас тоже ранг. Парень, аккуратней тут строить. Все, я не могу пугать. Также здесь есть гражданские постройки. Так, и вот здесь у нас ресурсы еще есть. Вот сюда, думаю, стоит перекочевать. У нас есть здесь какая-то мобильная база? Да. Нужен сервис-депот. Блин, все требует этот ран и сервис-депот. Нам надо здесь базу развить и уничтожить эти здания. Так сказать, освободить место. Так, противники будут либо отсюда ломиться, либо отсюда. Но здесь мы, в принципе, можем спокойно вынести мост. В первом редалерте уже была такая вещь, как уничтожение построек, скажем так. Поэтому вынести мост. Так, сервис-депот. И мы можем построить MCV. Mobile Construction Vehicle. И вот здесь вот мы поставим нашу базу. И будем добавлять еще ресурсы. Это, кстати, очень важно, потому что... Как вам правильно так сказать? Потому что ресурсов много не бывает. Запомните, а ресурсов много никогда не бывает. Так, две силостные башни поставим. Так, MCV-шка сейчас выйдет. Ага, привет, парень. Давай сюда топай. Наверное, даже сюда надо ее поставить. Кстати, мы можем перемещать камеру на стрелочке. Это тоже, как бы, приятно. Так. Давай сюда. Мы тебя тут поставим. Так, и еще одно рефайнери. Так, ты у нас все уничтожаешь. Мост. Молодец. Старается. УЗ-рокет построим тоже. Это классные довольно юниты. Очень мощные. И это классно. Так, вот здесь у нас еще, так сказать, шахта, которая на поверхность выносит труду. Так, а тут нам надо, наверное, энергия нам здесь надо. Так, а это что такое? Можем это уничтожить? Нет, скорее всего, не можем. Блин, а как бы так поставить? Аккуратненько. Ну, наверное, только так придется. Парень, прекрати. До сих пор стреляет. Парень, прекрати туда стрелять. Ну, ладно. Вот это одна из недоработок, скорее всего. Ну, ладно. Допустим. Так, кстати, противники пока что не нападали. У нас тут союзник вот до хрена войск уже настроил. В принципе, мне кажется, этого даже хватит для того, чтобы немножко нападать. Вот, кстати, единственное, что мне еще не понравилось в графическом оформлении, это то, что, когда ракетчики стреляют, за ракетой летит какая-то такая полосочка. Я понимаю, что это траектория, либо что-то типа того, но мне это, если честно, немного... То ли непривычно, то ли глазу неприятно. Хватит туда стрелять. Так. Нужна еще энергия. И можно будет немножко попробовать напасть. Наши злюзники тоже что-то как-то не спешат нападать. Так, ну эти больше не нападают. На бедные остатки моста. Так, ну и что дальше? Кстати, да, при нажатии на какой-то вид здания, мы сразу же перейдем в меню его постройки. То есть то, что мы можем строить в этом здании. Это очень классно. Давайте наштампуем немножко войск. И попробуем немножко произвести впечатление на нашего компьютерного противника. Чтобы он, так сказать, не расслаблялся. Ну и после этого нападения, думаю, можно будет уже с этой частью закончить трейд-алерта. И приступить непосредственно к Command & Conquer части. То есть к той части, которая называется Тайбериумом. Так. Вот, ресурсы быстренько начинают улетучиваться. А, вот тут у нас еще есть ресурсы. Давай, тут у нас сундук еще какой-то. Который, в принципе, может нам подпортить жизнь, либо ее улучшить. Здесь либо одно, либо второе. Ресурсы постоянно у нас, как сказать, обновляются. Из этой шахты. Вот, плюс тысяча денег нам дали. Нормально. Так, а сюда мы поставим противовоздушную оборону. Чисто так, на всякий случай. Так, вот такая вот уже нехилая армейка у нас собирается потихоньку. Нормально. Ты, кстати, едь сюда и разведай, что у нас здесь. Так, а здесь у нас конец карты. Ну, ладно. В принципе, здесь ничего такого интересного нет. Либо какие-то специальные ресурсы запихать. Ну, не специально, здесь есть такой вид ресурсов, как и в Тайбериуме. То есть, только в Тайбериуме были синие кристаллы Тиберия. А тут у нас не Тиберий синий, а такие, как сказать, драгоценные кристаллы или что-то типа того. Так, давайте включим музычку какую-то повеселее. Например, одну из моих любимых. Сейчас, где она там? Найти бы её ещё. Она здесь есть или нет? Я вот не помню. Ну, то есть не краш. Ну, вот краш, да, тоже классная. Вот, Вейстленд, тоже отличная мелодия. Здесь очень много классной музыки, которую написал великолепный музыкальный композитор Фрэнк Липаки. Хеллмарш. Наверное, самый-самый крутой. Давайте под Краш. Ворвёмся. Так, что у нас тут? С юнитами. Вот последняя юзи-рокет выезжает. И мы идём в атаку. И, кстати, если кто не знал, здесь есть ещё такой один режим, скажем так. Режим пиксель-даблинг. Если мы его выключаем, то всё становится слишком маленькое и неудобное. Это, конечно, ну, очень неудобно. Потому что всё настолько маленькое становится. Если кто не знал, то его можно выключить вот здесь. Не знаю, для чего оно сделано. Для тех, кто любит отличное качество. Может быть, я не знаю. И, кстати, здесь нельзя группировать. А не, можно. А почему раньше нельзя было? Опа-опа-опа. Враги-враги попёрли. Враги. Давай, юзи-рокет, жахни туда. Жахни туда. Молодец. Видите, как юзи-рокет жарит. Давайте сюда и корабль надо зажарить. Так. Кстати, да, ещё остаются здесь, так сказать, трупы танков. Если так можно вообще выразиться. Здесь больше, скорее всего, не трупы танков. А что-то типа... Что-то типа не трупов. Так. Надо отступать потихоньку. Видите, тут враги очень жёстко начали нас прессинговать. Иногда наш искусственный интеллект здесь тупит. Но это иногда. Да, здесь группирование есть. На контрл. Это прикольно. Я думал, здесь такого нет. Так. Враги начали нападать. Наши слюзники что-то стоят и тупят. Не знаю почему. Могли бы тоже уже организовать нападение. В лёгкую причём. Так, что у нас там с войсками? Давайте понанимаем побольше. И ещё организуем нападеница. А нет, вот, попёрли наши ребята. Очухались. Но у них очень много солдат. Это не есть хорошо. Здесь должно быть больше танков, чем солдат. Потому что солдат легко задавить. А зачем мы построили БТР-ки? Непонятно. Искусственный интеллект немного непонятный. Так. Что нам ещё надо? В принципе, уже всё есть. Танчики есть, войска есть. Всё, можно организовать нападение. Наши слюзники уже попёрли вперёд. Попрём и мы вперёд. Непонятно, чё они тут стоят и тупят. С слюзники какие-то немного глуповатые. Ну, погнали. В атаку, ребят. Только в атаку. Вот эти, блин, странные корабли меня бесят. Надо на разведку идти. Ну, блин, из-за того, что здесь союзники стоят, я не могу пройти банально. Во, во. Это ты зря сюда, парень, приехал. Ой-ой-ой. Давай-давай, жарим эту хрень. Блин, за то, что здесь союзники стоят, мои юниты не могут проехать. Едут в объезд. Это обидно. Ай-яй-яй, обидно, обидно. Ну, ничего. Давайте проезжать потихоньку. Нет, мы здесь не проедем. К сожалению. Тупо нет мест. Союзники какие-то глуповатые, если честно. Вот Тесла кольца, кстати, классно жарит. Очень классно жарит. Дайте проехать, ребят. Ладно. Только вижу, единицы моих юнитов могут пройти нормально. Вот-вот-вот, можно проехать, быстро проезжаем. Жарим, жарим эту хрень. Дестройер. Давай-давай, ребят. Они тут прям хорошо обоставались, я бы сказал. Давай, проезжаем. Танчик, танчик, сюда. И ты сюда давай, танчик. Так, ракеты. Подвинемся чуть-чуть. Танчики, сюда едем. Парни, вы куда? Я вижу, они тут решили играть. Ага, у нас тут танк вообще через накуда поехал. А вот и их база. Ладно, думаю, на этом можно закончить с редалертом. И можно приступить к Тайбериум Доун. Давайте. Посмотрим, что нам приготовила эта игра. Ведь я в Тайбериум Доун, если честно, еще не играл. Здесь, как вы видите, у нас поменялось расположение всего. И здесь у нас, скорее всего, нет музыки, да? И у нас, кстати, есть синглплеер. Так, карты. Карта у нас здесь поменьше, 29. О, это, скорее всего, первая карта первой компании за GDI. Так. Давай вот такую, например, карту. И давай сюда. Ботов немножко поставим. Опять 2 на 2 посмотрим. Так, давай GDI против Братства Нот. Здесь, как видите, опять 2 расы на выбор. Что не может не радовать. Так. Ну и... Наверное, погнали. А то видео реально затягивается. Нет, стоп. 2. Погнали. Посмотрим, что у нас здесь. Ну, здесь у нас... Все то же самое. Вот абсолютно все то же самое. Юниты. Ну, то же самое, ребят. Звуки те же самые. Только здесь, я как понял, музыки нет, да? Да, здесь вообще нет музыки. Придется музыку как-то здесь устанавливать. Здесь, как видите, можно диск с Command & Cocker загрузить. Либо не диск, а образ наш виртуальный через Diamond Tools загрузить можно. Но мне это делать немножко лень, поэтому... Ладно. Давайте посмотрим, что у нас здесь. То же самое. Та же самая анимация. Здесь показывают, сколько Тайбериума. Сырового он производит или что-то типа того. Да, здесь, как видите, несколько видов главной базы, может быть. То есть мы можем несколько построек строить. Так. Силостая башня. Сторожевая вышка. Турелька. И улучшенная сторожевая башня. А, за нас Братство Нот, да? Ну ладно, пусть будет за нас Братство Нот. У них тут мотоциклы. А у нас вот такие вот БТРы. Так, и вот у них казарма такая. А у нас немножко другая. У нас как бы обычная казарма. А вот у них такая вот рука, держащая какой-то кристалл или что-то типа того. И у нас вот такие вот... И вот ресурсом у нас выступает... Тайбериум. Который производится вот такими вот как бы распылительными деревьями. И как бы здесь у нас разгрузка происходит немного по-другому, как вы видите. И здесь даже написано, насколько забита наша вот эта добывающая станция. Довольно классно. Давайте сразу вот так. Ой, ну зачем говорить сразу несколько раз. Building, building, building. Не, давай так. Так, и здесь мы тоже можем вставить пост. Довольно классно выглядит все это. Очень ностальгирующе. Старожевая вышка, да? Вот таких вот сторожевых вышек вроде бы в PlayStation версии не было. Потому что я играл в первый Command & Conqueror Tiberium Dawn на PlayStation 1. Ну и, соответственно, в Red Alert первый я тоже играл на PlayStation 1. Так что... К сожалению, здесь немножко все по-другому. Не так, как... Версии для PlayStation 1. Так, у нас здесь есть... Джипики, танчики. Для танчика надо... Коммуникационный центр, который я сейчас, кстати, строю. Вот он. Хорошо. Так, готово. Ага, энергии нет. Отлично. Если у нас есть улучшенная энергия. Как и в Red Alert первом. В принципе, то же самое. Так, вот враги поперли. Отлично. Уже интереснее. Звуки те же, когда противники умирают. Прикольно. Звучит это все. Несмотря на то, что здесь ребаланс. И вот эти вот, как видите, зеленые полоски появляются. Которые нам показывают, куда наши юниты идут. Это огнеметчик? Да, прикольно. У братства ноты огнеметчики классные. Так, вот здесь, кстати, у нас синее поле... А не, то вода. Прикольно было бы, если бы мы тут синее поле Тиберия увидели. Так, воздушный удар какой-то у нас еще есть. Танчики есть. Все довольно классно. Выглядит. Бодренько играется, особенно в мультиплеере. В мультиплеере здесь это вообще играется просто на ура. Так, ну что еще можно забацать такого интересного? Ничего не можно, точнее нельзя забацать, потому что у нас нет ресурсов банально. Турельки точно такие же. Танчики обычные, средненькие. В принципе, давайте приступим сразу же к дюне 2000. В принципе, здесь тоже все очень понятно. Я уже просто, ну, затянул видео на 30 минут, как я вижу. Давайте так вкратце еще продюну 2000. И уже закончим. И думаю, вы уже сделали кое-какие выводы. То, что вот это вот Open Red Alert, сама игра, очень-очень, ну, просто очень крутая. Позволяет нам играть в такие культовые игры, как первый Red Alert, как первый Tiberium и дюна 2000. Жалко, здесь нет поддержки дюна 2 оригинальной. Но, если честно, это как бы пофиг на это дело. Так как дюна 2000 тоже классная. Так, давайте тоже поставим как-нибудь там, не знаю, 2 на 2. Средние компьютеры. Буду играть я за Ордосов, наверное. За нас будут Атрейды. Против нас будут Харконины и Орды. Ордосы. В смысле. Так. Тоже немножко так сыграем 2 на 2. Поставим противоположные углы друг друга. И погнали. Единственное, что я в дюне не заметил, так это, пожалуй, то, что здесь мы не можем строить эти плиты, на которых мы в будущем возводим наши постройки. То есть, если мы возводили постройки вот так вот, прямо на земле, то наше построение теряли где-то вот так вот здоровье. Но, здесь такого не происходит. Ну и ладно, хрен с ним. Не реализовали, скажем так, поддержку здесь вот этой вот прикола. Как бы здесь тоже музыки, к сожалению, нет, как вы видите. Не знаю, как я ее устанавливаю здесь. Ладно. Хоть для Редайлер-то есть музыка, это хорошо. Давайте минут где-то 5 поиграем. Вам покажу, кстати, видите, вот как мышка, когда наводится на здание при его выборе. Здесь как бы тоже, как и в дюне 2000, вот это вот. Все классно прорисовано. Мышка классно прорисована, вот это все прорисовано. Интересно, черви тоже есть. Так, поставим куда-нибудь, не знаю, куда-нибудь, куда можно поставить, чтобы поближе было. Также звуки здесь все те же. Представьте, что в одной игре у вас сразу три игры. Это просто классно. Я вам даже передать это не могу. Мне, как любителю стратегии, как олдфагу, который очень много времени провел за стратегиями, здесь те же спрайты персонажей. Вот посмотрите, вот точно такой же спрайт. Дюнитов. Это очень классно. Так, а вот пост давай. Если честно, я раньше хотел, помню, по дюнит 2000, по... первому Red Alert'у сделать стрим. Но я этого не мог сделать, банально, из-за того, что у меня программа захвата, которую я сейчас записываю в видео, она не хотела захватывать. Она банально не хотела захватывать эти игры. Ну и вот такая вот фигня. И сейчас, на секундочку, я отвечу на звонок. Спасибо. 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 Так вот, в общем, извиняюсь за небольшую заминку. Мне тут срочно позвонили, у меня тут везде на телефоне. Так, а тут у нас уже идет бойня. Интересно. Так. Так вот, вот у нас уже и карта, наконец-то, появилась. Это очень хорошо. Ракетная башня, кстати, здесь вот и Gun Tower'ы здесь такие же. Абсолютно здесь все такое же. Силостные башни. В принципе, этот Open Red Alert создан для тех, у кого ностальгия по самому Red Alert'у первому, по Junior 2000'е и так далее. Нет, не будем рисковать нашими войсками. Я хочу здесь еще червя увидеть. Здесь, по идее, должен быть червь. Я думал, что это он. Здесь это, так сказать, извержение спайса, специй вот этих вот. Так, в принципе, идея и задумка охренительная. Вот это все сделать. Так, в атаку, парни. Ну, сейчас, скажись, нас нагнут, потому что у меня уже войск нет. Войска у меня уже заканчиваются. Стремительно. Хоть я башню какую-то успел построить, и то хорошо. Давай-давай, жарь их. Починочка. Хоть в этой серии хоть какой-то, знаете, экшен пошел, и то хорошо. Хоть какой-то экшен понесся. Так, парень, давай назад. Так. Так, давай, быстро, нам нужны войска. Вы че, ля, посмотрите, что здесь происходит вообще. Юнит ласт, юнит ласт. Тут вообще их уничтожают, моих юнитов, в раз-два. Так, сабоэтажник у нас здесь есть, медики. Кстати, таких вот вроде, не помню, не было медиков. А, здесь сразу на нас два игрока напало. Ну, это все объясняет. Так, машинки поехали. Ага, и башню у нас вынесли все-таки. Ну, короче, здесь мы проиграли, и думаю, смысл игры вам понятен. То, что обязательно всем скачать, поклонникам старых стратегий, это тоже, думаю, понятно. То, что... Ссылку на скачку, кстати, я помещу в описании к этому видео. И вот, кстати, игра вылетела, к сожалению. К сожалению, игра вылетела, я не знаю почему. Давайте посмотрю лог. Здесь просто лог, мне кажется, надо будет разработчикам его отправить. Ладно, игра вылетела, хрен с ней. В принципе, 38 минут я уже наснимал. Думаю, вам понятен смысл того, что это за игра. Что ее 100% следует скачивать. Ссылку, как я уже сказал, с несколькими секундами ранее. Я помещу в описании к этому видео. И ссылку на скачку музыки для Red Alert я тоже помещу в описании. Потому что мне сам разработчик написал. Я им у них там на форуме написал, типа, а как же добавить музыку. Они мне написали, типа, вот зайди в ту тему, и там скачай, и т.д. и т.п. В общем, для тех, у кого такая же хрень, что у них одна единственная музыкальная композиция в игре. Для тех я помещу ссылку в описании к этому видео. Ну, на этом, думаю, все. Эта игра просто изумруд среди большущей пустыни. Такой большущий изумруд, который всем следует ухватить и сохранить у себя на жестком диске. Для лучших времен, скажем так. И так как эта игра очень, очень, очень приветствует пользовательские модификации, в будущем, возможно, мы увидим переделанную вторую Red Alert. Может быть, DUNA 2, может быть, KKND, который я очень жду. Потому что KKND как-то все забыли уже на протяжении 14 лет. О ней ничего не слышно. Ну, на этом, думаю, все с этим видео. В принципе, хочу вам посоветовать, очень советую вам играть именно в эту игру Open Red Alert. Так что, не болейте. И играйте только в хорошие игры. А на этом все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за внимание. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok